И мы с вами начинаем сегодня по расписанию. У нас День открытых дверей проходит в рамках, как я уже сказала, дипломной программы Net-разработчик. И я сегодня буду выступать, рассказывать вам про сервисы по трудоустройству и так далее, кто такой Net-разработчик, сколько он зарабатывает и так далее. Вместе с нашим преподавателем мы расскажем про дипломную программу и про её перспективы. С вашего разрешения немного расскажу о нашем учебном центре. Нашему учебному центру более 30 лет. 30 лет мы учим людей, профессионалов. У нас сейчас на данный момент более 1 миллиона 300 тысяч выпускников по различным направлениям. Основные наши направления – это IT-сфера, это сфера менеджмента, финансовая сфера, сфера веб-разработки и так далее. Далее. Камера включилась. Хорошо, отлично. У нас более 35 тысяч корпоративных клиентов. То есть это те люди, которые приходят к нам учить свой персонал, учиться сами и в том числе приходят за нашими выпускниками, чтобы предложить им работу у себя в организации по тем направлениям, по которым мы учим. У нас в центре более 60 учебных классов. То есть мы один из центров, который продолжал и продолжает вести обучение в очном формате, где есть возможность профессионального общения, профессионального нетворкинга. То есть за одной партой можно находиться прямо с потенциальным работодателем своим. У нас более 250 преподавателей, экспертов из различных вузов, в том числе из Бауманского университета, из Российского государственного гуманитарного, из МГУ и так далее. Преподаватели наши, в том числе и практики, они работают в различных крупных российских и международных организациях, имеют аттестации, сертификаты российского, международного образца и так далее. И в нашем учебном центре сейчас около 1000 курсов и 700 актуальных по различным направлениям, как я уже и сказала ранее. Какие же наши основные преимущества? Преимущества наши основные заключаются в том, что наших выпускников достаточно высоко оценивают работодатели. То есть после нашего обучения достаточно легко устроиться. Я немножко подробнее об этом позже расскажу, чтобы это не было голословно. Я как менеджер по трудоустройству, человек, который каждый день общается с работодателями, размещает вакансии для наших выпускников на нашем сайте и веду консультации по трудоустройству, об этом заявляю абсолютно уверенно, что это так и есть. Наши курсы разработаны с учетом последних требований работодателей. То есть мы, естественно, смотрим на рынок труда, смотрим, кого же требуют работодатели. И с учетом, естественно, профессиональных стандартов, которые были введены по закону об образовании. У нас есть программа помощи трудоустройству нашим выпускникам. То есть это не просто индивидуальная консультация, а это целый ряд сервисов. Также у нас есть профессиональная консультация по выбору курсов или направлениям. У нас можно пройти профориентационный тест на сайте и непосредственно саму консультацию вы можете получить у нашего менеджера в онлайн-формате, по телефону, в живой чате, либо написав на почту. Любой формат приемлем. Мы гарантируем высокое качество обучения. Обучаем мы по бауманской методике. У нас практика и теория идут в достаточно плотном режиме графики и, соответственно, переплетаются достаточно гармонично в любом курсе обучения. Что немаловажно для состоявшихся уже специалистов, профессионалов, ну и вообще в большом мегаполисе, мы гарантируем нашим слушателям расписание занятий. Она у нас утверждается на год вперед, и вы заранее можете спланировать все свое обучение, то есть не нарушая своих каких-то личных профессиональных планов. У нас несколько форматов обучения. Обучение – это очное, классическое, в классах с преподавателем, с единомышленниками. Это онлайн обучение через вебинары, открытое обучение. Обучение, которое проходит в формате, скажем так, больше индивидуальном. То есть у вас есть возможность как посещать занятия, так и смотреть записи курсов и, соответственно, задавать вопросы преподавателю, который в это время находится в классе. Очно-заочное, вечернее обучение и свободное, индивидуальное обучение. То есть это уже на ваше усмотрение, в зависимости от загрузки и пожеланий. Также мы выдаем престижные сертификаты российского и международного образца. Обратите, пожалуйста, внимание. То есть у нас сертификат есть как раз международного образца, который после окончания у вас есть в личном кабинете. И вы можете с нашим сертификатом, который тоже высоко ценится и за пределами России, тоже с ним можете устраиваться на различную работу. О чем я хотела бы сегодня рассказать, как человек, который каждый день работает с нашими выпускниками, с преподавателями, с работодателями. Часто выпускники, когда к нам обращаются за обучением, они находятся на распутье. То есть они не знают, как правильно выбрать профессию, не ошибиться в выборе курса. Вот сегодня об этом немножко расскажу. О востребованности профессии нет-разработчика сейчас на данный момент на рынке труда. О зарплатах, которые сейчас есть по данной специальности. И о наших сервисах по трудоустройству для выпускников учебного центра. Немножко про профориентацию, перед которой часто сталкиваются наши слушатели, когда выбирают курс и так далее. У нас есть тест, как я уже сказала ранее, на сайте можно пройти его. И вам будет подобран ряд курсов, которые подходят как раз с учетом вашего профессионального профиля. Но есть еще одна методика, которая называется «Хочу, могу, надо». Это самая простая и самая понятная, мне кажется, на данный момент методика профориентации. Обычно, когда соискатель, человек, который ищет работу, либо повышение в карьере, когда решает, что ему нужно обучиться, у него есть какая-то определенная мотивация. К примеру, он хочет зарабатывать больше. Или хочет гибкий график, удаленно работать и так далее. То есть вот здесь у нас получается, начинается мотивация. Дальше идет анализ своих профессиональных знаний. А что же я могу сделать для того, чтобы, собственно говоря, те запросы, которые я предъявляю к себе и к рынку труда, могли осуществиться. И здесь идет ревизия своих профессиональных навыков. И есть еще «надо», или я бы даже сказала, что «будет надо». Это как раз тот самый рынок труда и его перспективы. Ну, я думаю, что не будет секретом для наших участников сегодня, что «надо» и «будет надо». Это, конечно же, сфера информационных технологий. Она и сейчас достаточно востребована, высокооплачиваема. И на долгие-долгие годы вперед будет востребована. То есть здесь достаточно просто сделать выбор, идти по определенному направлению или по нескольким в IT-сфере. В каких же отраслях сейчас ищутся нет-разработчики? Ну, скажем так, в каких отраслях сейчас наибольшее количество вакансий для нет-разработчиков? Я сделала аналитику только по Москве на основании данных сайта HeadHunter. Сейчас в Москве более 2000 актуальных вакансий для нет-разработчиков. В первую очередь, конечно, больше всего вакансий в сфере информационных технологий, системной интеграции, интернет. Далее в финансовом секторе, банковский сектор. Обязательно в розничной торговле. Реклама, пиар, дизайн и услуги для бизнеса, товары народного потребления. Это вот пять отраслей, в которых наибольшее количество вакансий, и они всегда там есть. Еще хотела бы коснуться такого вопроса. Часто наши слушатели на входе, когда выбрали курс уже или после обучения, обращаются ко мне и спрашивают, ну а как же на вакансии для начинающих, если я только начинаю в этой сфере? Вакансии для начинающих есть везде, в любой сфере. Это всегда так было и всегда останется. То есть не бойтесь, без вакансий, без работы не останетесь. Далее по зарплатам нет-разработчиков в месяц. Я разбила немножко по регионам. Возможно, кто-то есть сейчас из наших слушателей, кто участников, кто находится в других городах. Но тем не менее разница есть. Для начинающих специалистов в Москве и Московской области это 95 тысяч рублей. Санкт-Петербург 90. Немножко идет такая региональная подвижка региона. Остальные крупные города от 75 тысяч. Далее опыт работы до года. Год, там чуть меньше, полгода. От 130. Москва, Санкт-Петербург 110. Регионы 95. И ведущие специалисты. Это те профессионалы, которые работают уже более двух лет в данном направлении. Зарплата уже, видите, практически в разы. От 250 до 250. Москва, Санкт-Петербург 220. Регионы 130. Тоже такая немаловажная информация. Как раз по мотивации, кто хочет зарабатывать больше и расти быстрее в профессиональном плане. Как же мы трудоустраиваем наших выпускников? У нас есть реальный кейс от работодателей. Это бесплатный курс по технологии трудоустройства. Он делается для всех в формате онлайн, но в прямом эфире с нашим преподавателем по трудовому законодательству и по HR направлению. Можно обсудить все вопросы, связанные с трудоустройством. Это карьерное консультирование, ну либо индивидуальная консультация со мной. Помощь в подготовке резюме на новую специальность. Вакансии и стажировки. Они у нас выложены все на сайте, на страничке трудоустройства. Вы в любой момент можете ими воспользоваться. И дни карьеры мы проводим с нашими работодателями. Это встречи. Называются дни карьеры. По факту это встречи с работодателем. Это возможность попасть на собеседование в онлайн формате. Услышать от работодателя, кого он ждет. Задать ему вопросы. Прислать ему напрямую резюме, что немаловажно в нашем рынке труда. Бесплатный курс «Успешный поиск работы и трудоустройства». На период кризиса ведет наш преподаватель Светлышева Ольга Юрьевна. Это как раз в онлайн формате. На него можно записаться по QR-коду. Пройдет он в онлайн режиме 7 июля. А так он проходит у нас раз в месяц. Ольга Юрьевна помогает сориентироваться на рынке труда. Подготовиться к встрече с работодателем. Как собеседование пройти. Тестирование, если требуется при прохождении собеседования. Избежать ошибки при оформлении на работу. То есть касается трудового законодательства, что тоже немаловажно. Ну и, конечно, грамотно составить резюме и сопроводительное письмо. Те выпускники, которым удобен больше формат индивидуальной консультации, могут обратиться ко мне после обучения. Мы проводим онлайн консультацию по Skype, Teams или телефону, как удобно. Она длится где-то в районе 30 минут. И там мы обсуждаем все вопросы, все трудности, которые возникли у человека при поиске работы по новой специальности, либо по смежной, либо после повышения квалификации. Кто наши партнеры? Да, ну просто немножко так продемонстрирую. Российские и международные компании. Все наши вакансии размещаются у нас на сайте, на страничке трудоустройств, как я и говорила ранее. И мы их еще дублируем в Telegram канале и на страничке в ВК. То есть кому как удобно, пожалуйста, следите. Преимущество у размещенных у нас в вакансии в том, что соискатель обращается напрямую к работодателю, не через работные сайты и так далее, а пишет напрямую, звонит с пометкой о том, что он является выпускником нашего учебного центра и таким кандидатам отдается преимущество. Эдни карьеры я уже немножко коснулась в онлайн формате, где работодатель общается как раз с выпускниками по определенному направлению, по которому и проходит день карьеры. И у нас проходят дни открытых дверей, как сегодня. Мы с нашими преподавателями, ведущими, рассказываем о том, какие же курсы у нас сейчас востребованы, особенно про такие более комплексные дипломные программы. И я вам сейчас хочу представить нашего преподавателя, который вместе со мной сегодня ведет как раз день открытых дверей, Самородова Федора Анатольевича, обладателя престижного международного статуса, Microsoft, выпускника МГТУ имени Баумана, специалиста широкого профиля в области проектирования и разработки программного обеспечения. Федор Анатольевич обладает многолетним опытом работы в качестве руководителя команды разработчиков и главного архитектора. Федор Анатольевич, с вашего разрешения передаю вам тогда слово. Я в конце еще возьму немножечко, расскажу про цены по нашим курсам. Ага, принимаю слово. И экран, экран я бы тоже принял сейчас. Передала вам экран Федор Анатольевич. Друзья, добрый вечер. У микрофона Федор, преподаватель. И я веду часть курсов из этой дипломной программы, которую мы сейчас обсуждаем. И мое присутствие здесь может быть полезно по двум причинам. Во-первых, я расскажу об этих курсах немножко, почему и как их нужно изучать, и какими навыками должен обладать дотнет-разработчик. Но у вас, быть может, уже есть свои какие-то вопросы на эту тему. Вы не стесняйтесь, пишите их в чатик. Чатик у меня перед глазами, я их увижу и постараюсь одвить. А вот наша дипломная программа. Обратите внимание на курсы, которые в нее входят. Сразу хочу рассказать о двух преимуществах, которые получит разработчик дотнет перед всеми остальными профессиями в области IT. Во-первых, быть разработчиком – это не только интересно, хорошо, но еще есть важное преимущество, которое может заинтересовать новичков, те, кто входит только в эту профессию. Если вы работаете разработчиком, то вы можете позволить себе сфокусироваться на каком-то одном языке программирования, на какой-то одной технологии. Да, конечно, знать нужно много всего, это понятно, но именно предельно глубоко и максимально широко вы можете позволить себе разбираться в каком-то одном инструменте, в каком-то одном языке. Если вы дотнет-разработчик, то это очевидный язык США. Вот он. Вот на нем вы будете большую часть времени что-то программировать, и его надо знать хорошо, профессионально и так далее. Многие другие специальности в области IT не могут себе позволить ограничиться одним языком. Например, DevOps, Data Engineer, Data Scientist и много других популярных профессий. От них от всех требуется профессиональное владение несколькими инструментами, обязательно несколькими языками. Здесь же, если вы хотите побыстрее войти в профессию, побыстрее начать приносить пользу работодателю и каких-то там достигать успехов, вы можете сфокусироваться на профессиональном освоении одного языка, и в течение всей карьеры вашей в области дотнет вот этот основной язык будет все время вашим основным инструментом. Конечно, все остальные вещи, которые в эту программу входят, тоже нужны и полезны. Ну и вообще инженер любой, не обязательно IT-специалист, он, конечно, должен как-то взбираться в смежных профессиях, в смежных дисциплинах. Но именно профессия разработчика не требует в смежных дисциплинах очень сильно глубоко погружаться. Можно без этого обойтись, и для многих начинающих разработчиков это как раз важно. Давайте расскажу про то, как устроена сама программа, почему в нее включены вот эти вот все разные курсы. От разработчика, конечно, требуется в первую очередь мастерство программирования. И если я говорю вот только что, что вы можете сфокусироваться на одном языке программирования, зачем тут еще тогда изучать программирование на C, на C++, плюс другие какие-то языки. Как же так? Да, дело в том, что вы в рамках этой программы изучаете другие языки, C, C++, скорее не для того, чтобы именно эти языки применять, а для того, чтобы познакомиться с разными подходами, стилями программирования. Синтаксические языки C, C++, C Sharp, они родственные и похожи. Но стиль программирования, стиль мышления, сама идеология, построение программ, сама архитектура и то, как голова работает у разработчика, вот это вот очень сильно различается в зависимости от того, пишете вы на C, на C++ и на C Sharp. Так что изучение вот этих курсов в рамках программы в первую очередь нужно для того, чтобы познакомиться вот с таким способом разработки программ, с таким стилем, с такой культурой программирования. Но это не значит, что вот эти языки другие, кроме C Sharp, вы должны прямо досконально знать и будете их каждый день применять. Нет, совсем не обязательно. Главный вектор в этой программе дипломной – это, конечно, изучение программирования. И больше всего времени у вас уйдет именно на это. То есть вот эти вот курсы, которые связаны с программированием. Второй вектор развития в этой дипломной программе – это веб. Ну, потому что большинство современных приложений, они либо как-то базируются на базе, на веб-платформе, либо взаимодействуют с веб-платформой каким-то образом. Поэтому, конечно, в этом надо разбираться. И введением в это является курс по HTML и CSS. Ну и дальше дальнейшее развитие веб-платформы. Нам интересны статические веб-сайты для того, чтобы познакомиться с веб-платформой. Но неинтересно же рассматривать веб-сайт современный, как набор страничек. Интересно рассматривать современный веб-сайт, как приложение, которое работает, как обычное приложение, просто в вебе. Добавим динамики, познакомимся с JavaScript. Ну и, конечно, разработка настоящих веб-приложений – это курс по ASP.NET. Третий вектор развития, который будет вас сопровождать постоянно, пока вы в этой дипломной программе учитесь, ну и в работе – это, разумеется, базы данных. Потому что все приложения, они так или иначе с данными работают. Кто-то активнее, кто-то менее активно, но надо уметь к данным получать доступ, эти данные обрабатывать, эти данные как-то презентовать в приложении. Поэтому у вас не только будут отдельные курсы, посвященные базам данных, а еще и в некоторых других курсах, вот в этом, вот в этом, вот в этом, вы будете, вам будут встречаться разделы, темы, посвященные взаимодействию с базами данных и какой-то обработке данных в том или ином виде. Ну, в первую очередь, это, конечно, базы данных. Так что три вектора. Программирование, самое главное. Потом веб-технологии во всем своем проявлении и, конечно же, базы данных. Выбирая профессию .NET разработчика, вы можете, во-первых, немножко себе, ну, упростить, что ли, вхождение в IT тем, что, как я сказал, вы можете сфокусироваться на одном главном для вас инструменте, C-Sharp. И, во-вторых, платформа .NET для разработчика, чем она отличается от остальных платформ? Там можно быть разработчиком на Яве, на еще чем-то. Сильная страна .NET и вообще сильная страна Microsoft, который стоит за этой платформой, в высокой степени интеграции. Все инструменты разработки так или иначе пронизаны на этой платформе технологиями, которые Microsoft либо разрабатывал, либо участвовал в их развитии. И Microsoft всегда традиционно большое внимание уделяет интеграции своих технологий. Поэтому занимаясь разработкой на платформе .NET вы все время будете чувствовать, что вы находитесь в рамках одной удобной экосистемы, продуманной, и вам не нужно тратить много сил и ресурсов на интеграцию взаимодействия их компонентов между собой. Это тоже хорошо и приятно. И для начинающих разработчиков это может быть важным фактором. Ну что, примерно вот этого достаточно знать, чтобы осмысленно принять решение, подходит вам именно карьера .NET разработчика или нет. Какие у вас накопились вопросы, пишите в чатик. Я сейчас верну слово Оксане, она расскажет еще кое-что интересное, а вы за это время напишите вопросики, я их почитаю и потом подробно на них отвечу. Оксана? Да, Федор Анатольевич, передавайте, я жду. Спасибо. Так, ну, Федор Анатольевич рассказал про то, что называется профессиональные навыки или hard skills, да, а я немножко расскажу про soft skills, что же нужно еще работодателям видеть в соискателе, в кандидате, ну и затем в сотрудники, которые приходят на работу, на ту или иную специальность. И, если говорить о личностных качествах в привязке к профессиональным, для нет-разработчика очень важно уметь взаимодействовать в команде, уметь решать конфликты, имеется в виду, если возникают какие-то между одним заказчиком или каким-то подразделениям, департаментом и так далее, с которым он взаимодействует. Продуктивное, продуктовое мышление должно быть, то есть как продать, как обосновать этот продукт. Прогнозирование, способность к самостоятельному принятию, решению задач, умение понять суть задачи, оценить, сколько потребуется времени, то есть тот самый тайм-менеджмент, который, казалось бы, везде на каждом углу его вспоминают, тем не менее, навык этот в применении очень важен, соблюдать рамки поставленные временные и так далее. Обязательно инициативность, усидчивость и естественно, естественно, нацеленность на развитие, то есть, когда мы работаем в определенной сфере, начинаем свою работу, мы должны понимать, что путь будет успешным, будете расти профессионально только в том случае, если периодически будете повышать свою квалификацию, держаться на плаву, как я всегда говорю, а не плыть по течению, то есть свою квалификацию нужно обязательно поддерживать. Ну и кто такой идеальный кандидат с точки зрения работодателя, это человек, у которого есть соответствующие профессиональные навыки, которые вы получаете как раз у нас на обучении и личностные навыки, личностные качества, которые делают из любого кандидата, работника, настоящего специалиста, то есть человека высокого профессионального. и немножко отвлекусь уже от каких-то таких, скажем так, стандартных формулировок, как же правильно развивать свою карьеру, чтобы все-таки те цели, которые мы перед собой ставим, они были достигнуты. и кого же видят работодатели в качестве как раз того самого идеального уже работника. Это человек, который любопытен и открыт ко всему в работе, человек уверенный в завтрашнем дне, человек, который развивает сотрудник свои способности, в нем есть профессиональный потенциал и высокий интеллект, он обогащает коллектив знаниями своими, то есть помогает развиваться своим коллегам, легко переносит перемены, то есть когда проходят различные реорганизации внутри компании и так далее, ищет новых встреч, новых коллег, тот самый профессиональный нетворкинг, то есть новые важные отношения, он может выдвигать какие-то новые творческие креативные идеи и ведет достаточно насыщенный активный образ жизни, который помогает ему как раз и профессиональную жизнь свою насыщать новыми знаниями. Все это и есть та самая концепция непрерывного образования для любого специалиста, то есть как я уже сказала, человека, который развивается в определенной сфере, это очень важно, быть на плаву и соответственно улучшать свои знания, быть всегда в теме той сферы, той отрасли, в которой он начал свой профессиональный путь. Не забывайте об этом. Немножко хотела бы еще коснуться как раз обучения. У нас мы абсолютно поддерживаем концепцию непрерывного образования, и у нас очень много наших выпускников, которые возвращаются к нам, и корпоративные клиенты, и те, кто учится самостоятельно. И у нас есть такая программа «Диплом плюс» для тех выпускников, которые отучились, получили диплом о профессиональной переподготовке. В течение следующих шести месяцев у них есть возможность получить 30-процентную скидку на любые онлайн-курсы по софт-скиллс, по повышению квалификации и так далее. Ну, то есть на курсы любые в онлайн-формате. И, соответственно, во время прохождения дипломной программы, так как у нас принята блочно-модульная система, то есть между блоками обучения иногда появляются небольшие паузы, к примеру, неделя или полторы недели, может быть, две, зависит от вашего режима. И, соответственно, вы можете потратить их с пользой, пройти вот те самые курсы по софт-скиллс, соответственно, тоже со скидкой от 15-20%, все зависит от того, сколько курсов входит в вашу дипломную программу, то есть, чем больше их туда входит, этих курсов, тем больше скидка будет, соответственно. что немаловажно что немаловажно по документам, потому что, как я уже ранее сказала, все наши курсы разработаны с учетом профессиональных стандартов, все наши дипломы можно проверить на подлинности через федеральный реестр. Соответственно, у нас есть свидетельство учебного центра специалист, удостоверение о повышении квалификации, если вы повышаете квалификацию. И если говорить о курсе, который мы сегодня обсуждаем с вами, разбираем, то это дипломы профессиональной переподготовки. Что такое профессиональная переподготовка? Это освоение новой специальности с нуля. То есть, по этому диплому вы можете спокойно потом трудоустраиваться, иметь еще одну специальность. И, ну, так немножко приблизило, да, то есть, дипломная программа, нет-разработчик, и начало ближайшего курса у нас будет 3 июля. Да. И как раз вот для всех участников нашего Дня открытых дверей обращаю ваше внимание, да, то есть, если у вас есть сейчас серьезные намерения учиться, время, желание, мы предлагаем грант, да, то есть, сертификат на обучение, вот, по промокоду NET 2022, я напишу сейчас в общем чате, то есть, если вы примете решение в течение трех дней, да, с первого, ну, вот, практически там трех с половиной, с 1 июля по 4 июля примете решение обучаться по данному направлению, у вас будет скидка в районе 10% от дипломной программы. Это промокод. Ну, и со своей стороны, да, хотела бы еще раз обратить внимание наших слушателей сегодня, что если у вас ко мне какие-то есть вопросы или к нашим менеджерам, я оставляю контакты, у нас сейчас телефоны тоже меняются, да, поэтому можете писать мне на почту, вот, я, соответственно, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые связаны с трудоустройством, либо перенаправлю, если вопросы связаны с обучением, вас к нашим менеджерам, которые вас более подробно проконсультируют. Вот, ну, и я готова ответить на ваши вопросы, пожалуйста, если они у вас есть. Так, уважаемые участники, я благодарю, вопросов нет, я правильно понимаю, я благодарю вас за встречу, за то, что нашли время прийти, соответственно, проявить свой профессиональный интерес к достаточно востребованному направлению, да, сейчас, вот, и тогда до новых встреч, благодарю вас еще раз за то, что были сегодня с нами, и если вопросы все-таки остались, свои координаты я вам оставила. Пожалуйста, мы ждем вас у нас на курсах, всегда рады вас видеть, ответить на ваши вопросы. Федор Анатольевич, спасибо вам тоже, благодарю вас за участие сегодня в Дне открытых дверей. Субтитры создавал DimaTorzok